Привет, друзья! Расскажу я вам, Кась, интересную историю. Когда я был такой ещё подросточек, ну, давно-давно, и вот как-то ко мне приехал родственник на машине на большой, и говорит, садись ко мне в кабину, я хочу с тобой поговорить. Ну, я сел так, прижался к стенке кабинки, и думаю, что же он мне хочет сказать. Он так долго смотрел на меня, смотрел, и потом говорит, ты же мой родственник, да? Ты меня уважаешь? Да. Вот у меня, говорит, там дача есть, и там мне соседи пришли землю копать, и они мне задают вопрос, а почему тебе твой родственник не помогает? Вот ты даё, вот! Эта дача где, а я где? Ну, говорит, поехали. Мы поехали. Приехали. Смотрю, там два парня, действительно, лопатой копают, граблями там швырудят. А он мне всё время подмигивает. Типа, ты копай-копай, потому что если ты сейчас сразу перестанешь копать, они тоже перестанут, и мне подмигивает. Ну, и я копаю. До вечера копали. Потом он меня посадил на машину, довёз до остановки автобуса. Уже, говорит, поздно, ты сам доберёшься. Я приехал домой автобусом. Потом на следующий день один из них мне позвонил и говорит, ты действительно его родственник? Я говорю, да. А чё, говорит, он нам всё время подмигивал? В том смысле, что если мы перестанем копать, он тоже перестанет копать. Ну, даёт. Оказывается, он и мне подмигивал, и им подмигивал. Вот такой родственник был. Вообще очень интересный. Он мне первую гитару подарил. И когда я его попросил сыграть, он сделал такой серьёзный вид, так настроился и сделал один звук. Так, трам. Я говорю, ну, сыграй, сыграй, Бек Султан, ты что? Потом сыграй. Вот тебе гитара, учись. И ушёл. Вот такой интересный у меня был родственник. Да, друзья. До встречи.